В музее Коломенское представили все разнообразие женских нарядов в конце 19 века. Тогда Москва была столицей патриархальной, Петербург же более современным. Именно здесь можно было увидеть последние тенденции моды. Сто лет назад дамы оставались нимфами, меняли наряды по шесть раз в день. Дома носили домашнее платье, скромное покрою без корсета. Посетителей встречали в другом, более нарядном. В гости отправлялись в третьем, еще более пышном, визитном. Женщина представляла форму изящной колонны, то есть стройнила фигуру и ткани, не спадающие и подчеркивающие, как говорится, всю стройность и элегантность женщины. Ноу-хау женского гардероба того времени – пальто. Раньше это была исключительно мужская прерогатива. Дамы же обшивали верхнюю одежду тонкой вышивкой и декором. Можно представить даму, гуляющую по мостовой. Конечно, асфальта в то время не было. И все, в основном, светлые платья. Можно понять, насколько они, конечно, страдали от пыли, от грязи. Но самое роскошное платье – бальное. Стоимость такого наряда достигала стоимости автомобиля. Чудо машины, только появившееся в обиходе. При этом главная кредо – элегантность. Столько души в каждой вещи, столько всего, ну, талант. Просто смотришь и думаешь, боже мой, как же красиво. Такую вещь очень хочется носить. Понравились мне, как девушки, вечернее платье. Вот. Такие все грациозные вещи. Все очень красиво. Спасибо. 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 Спасибо.